Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех клачей, в дикие джунгли, скорее. Субтитры делал DimaTorzok Лучше вниз сорваться, что ли? Тогда и не заметят. Желтая шкала сигнализирует из-за того, что противник что-то заподозрил. Ну да. В конце концов, мужик в рубашке, висящий на карнизе, это, блядь, ну это подозрительно. Чтобы действовать скрытно, не попадайтесь на глаза противника. Мудрейший совет. Он заподозрил, но не настолько, чтобы стрелять начать, видимо. С этого момента в игре начинается стелс, походу. Так, давай, давай, давай. Ну что, устранять противника можно уже? Стянуть вниз. Извините, его семья, жена и дети. Просто он встал на пути добрейшего в мире человека Нейтана Дрейка. Так, я вижу, что там можно пропаркурить. Но с разгону, походу, всё-таки нельзя. Опа. Он чему-то удивился, сказав, ух ты, но я не понял, чему. Слушай, а как тебе развернуть туда? Подожди, если ты раскачиваться начинаешь на эту кнопку, кто? А, понятно. Назад, я думал, что раскачиваться назад, вперёд, но нет, просто вперёд. Жмёшь, и он как заправский. Заправский потомок обезьян начинает раскачиваться сам. Ну да, пистолет-карман не тянет. Так что, ну как не тянет? Не настолько, что с ним нельзя будет паркурить, а это что такое? А, это прожектор, я думаю, что-то лежит. Я заблудил! А, черт! Эй, что происходит? От меня стреляет! С каждой минутой в моей жопе всё больше дырок, вот что происходит. Знаю. Я скоро буду срать, как мясорубка, блядь. Ну, когда из кучи дырок фарш лезет. Блядь, ну ты тупой или чё? Там, там уже кто-то на белом ламбарже не уехал. Наверное, это не состоявшийся покупатель крестодисмуса. Я так понял, что он один из самых таких насосистых чуваков на данном аукционе был. Давай, вон окошечко нам, походу, туда. Так, всё в порядке. В лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду, и всё. Да, в лицо тебя не разглядел. А с такой прической чё тут? Полно народу ходит без пиджака. О, я задел, кажется, редкую... Ваза династии Минь! Почему-то все вазы крутые династии Минь. Я не знаю, может, это была династия вазочников каких-то охеренных. Простите, неловко-то как! Вышлите мне чек. Ну, в лицо меня никто не видел. О, слушай, тут кто-то вазы разбил. А вам тоже. Давайте так, не будем никому рассказывать. Придётся потыкать шоколадку, родной. И ты мне это дашь. Ну, ладно, давай, по-быстренькому. Что ж, я польщён, но, увы, моё сердце занято. Прошу простить. Не выёбывайся, чувак! Блядь, лучше б ты палку кинул, ну... Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Моя хотеть сну-сну. Домочка, повезло вам встать, джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Сестра Али старого Верима. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит болтать. Чёрт. Ну, давай. Ой, блядь, с такими замахами я сразу сдаюсь. Я не буду драться этим дебилом. Потрясающий удар с локтя. О, в почку. Блядь, она мне тоже. Краф Мага! Блядь, я это уже видел. Мы чё-нибудь другое будем делать, родная? Иди сюда. Отдавай мне артефакт. А конкретней тут всё краденое. Договоримся. Кстати, все здешние артефакты краденые. Им место в музее. А она чё, блядь, из полиции? Сука, звук в игре просто говно. А не то громко говорят, то тихо. Уже заебало это меня. Блядь, а блок-то на какую кнопку вставить? Пиздец. Да, Дрейк, рождён проигрывать. Нас за это могут попросить. Вы не остеопат. Блядь. О, хайкик. А, у неё кастет такой, посмотри. Где оно? Вот здесь. Между булок посмотри. Маленькая, круглая, коричневая. То, что ты ищешь. Ну что ж, хоть в окно вышел. Я надеюсь... Паркурить, надеюсь, она не умеет. Я встретил твою Надин Рос. Такая душка? Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Эй, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. Вот на тот? До встречи. Пушку раздобыл. Одну, что ли? Что мы... Ой, бля. Таджики делали. Да-да-да, и он еще раскачивается на ней, что ли? Не верю, что на двух саморезах это говно удержалось бы. Сука, ну и руина, блядь. Да. Стрелок из тебя просто, сука, ворошиловский. Лови! Конечно, ловлю. У меня-то позиция для стрельбы самая заебись. Болван. Одной рукой даже ствол перезаряжаю. Да, эта охрана совсем не Блэк Уотерс. Для патрона автоматом не подбирается, что ли? Ни хуя не понял, зачем мне пометить противника. Что мне это даст? Нахуй мне его метить, если его убить могу. Наверное. Пометить противника, подойти, задрать лапку, опсикать ему штанину, наверное, да? Просто я... Блядь. Это хотя бы его унизит. А просто метка над головой не даёт, по-моему, вообще ни черта. Разве что можно видеть, куда он пошёл, наверное, за стеной. Вот так себе функция, блядь. Не знаю. О-о. Притворюсь, что я какаю здесь. В одуванчиках. В двухмерных одуванчиках, кстати. К слову, о графике. Блядь. На совесть. На совесть работает. Опа, опа. Откуда? Шутер на геймпаде. Окей, я согласен на стелс. Пизду. Ненавижу шутер на геймпаде. Да пошёл ты. И чё он, блядь, ебалом об кирпич ударился, что ли? Какого хуя-то? Нормально там, блядь, слезть можно. Вот опёздал, блядь. Ёп твою мать. Куда идти-то теперь? А, вон эта трава. По-моему, ну это и был маршрут. Мне туда и надо было. Я не знаю, почему он его завафлил. О, так роллс-ройсы какие-то внизу стоят. Боже. Может, надо сюда? А, спать-то. Ау. Чем нету? Пацаны! Да ёп твою мать! Да какой ты, блядь, хуесос! Сука, блядь, ничтожество ёбанное. Ни на что не способный говноед. Стелс ваш, блядь, ёбанное. Такой же, блядь, перестрелки на геймпаде. На Дрейке, наверное, мифриловая рубашка какая-то охуенная где-то. Естественно, я забыл, как менять руку на другую. Да ладно, охрана с гранатой! А никого тут, блядь, рэмбо ждали? Ну вот он, вот он, маршрут. Подожди, а он, кроме как, в другое окно никуда и не ведёт. Блядь, глазастая охрана какая-то. Оп, следующий придурок. Ёпта мать. Пиздец, сколько их тут. Ура. Бери, конечно, блядь, фоссу бей. Ёпта, задержать надо. Некогда стоять, там и кнопки задерживать. Тут стреляют вообще-то. И стреляют эти уроды, надо заметить, довольно метко. В отличие от тех уродов, которые охраняли тюрьму. Охуенно, перезарядка в уроды. Грянуло, грянуло внезапно. Грянуло внезапно АКД. Так. Первый этаж всё ближе, значит дорога верная, да? О-о-о, как насчёт спрыгнуть на золотую ламборджини. Каждый сам за себя. Она только вперёд толкается, что ли? А где его прижали? Ну давай, высунь всё. Либо точку-то свою. Его, блядь, прижали. А я тут стою, мне прям делать нехуй. Заебала уже. Ну чё за говно, блядь. Там прижали, тут... В пизду, нахуй я это говно двигаю. Нахуй оно нужно-то. Вон они, блядь, мне дверь открывают. Сейчас у неё просто пройду, да и нахуй. Ну конечно. Скорость его удара опередила. Что, а чё, патроны бесконечные, что ли? Охуеть, её чё тут, блядь, ниндзя охраняют, что ли? Так, мне нужна новая пушка. Пара-пара-пара. Пара-пара-пара-пара, блядь. А как фонарик у пара-пара у этой включить? Чё за пистолет пара-пара? Пара белым, что ли? У них экзотика. Так, ну и вот не сюда. А нахуя тут телегу надо было двигать? Вообще не понял. Да, бывают же такие совпадения. Давай ещё, ещё остальных уложи, потому что мне даже, блядь, не высунулся нахуй. На выезде теперь пробка. Нам не прорваться. Чёрт, и что будем делать? Возле зала есть фонтан. Жду вас там. Ясно. Пошли. Отлично. Очень. О! Кэдашники пошли. После Дума очень сложно перестроиться на Якубе, где герой дохнет настолько быстро. Кэдашничек. Да охуеть, и где... Пиздец, полный. И вышли они из той двери, за которой я стоял, да? Почему он не ходит, блядь? А то я думал, что я с ним уезжаю. Редеет мой столб. Недолго мне за ним прятаться. Сука. Стреляй нахуй, я сам разберусь, куда мне бежать. О, XR. Наконец-то более-менее приличный автомат выпал. На качество моей стрельбы это абсолютно не скажется, конечно, наверное. Блядь, их походу... Походу тут нету такого, что сколько-то здоровья у них. По ним из чего не стреляй, убиваются они только когда в голову попадешь. Нормально. А так, что УЗИ, что не УЗИ. Вообще насрать. Зали, у нас мало времени. Держи себя почти на месте. Я власть. Уже почти. У тебя там что, катафолк? Быстрее! Ну давай-то, высовывайся. Пиздец. Блядь, а мы можем его убить как-то вдвоем? Охуеть такой. Один с фланга зашел просто и, блядь, сует мне нахуй по КД просто. Блядь, еще и на балконе. Я не понимаю, как тут от стены отклеиваться, кроме как кувырком вообще как-то можно? Прожектор не разбить, да? Препустим заказывали? Эй, уходим! Да, уходим. А ты не хочешь пострелять в них? Нет, он хочет постоять рядом с машиной, блядь, есть. Гони, гони! Держи себя! Просто уже с черно-белым здоровьем. Да, нет бы прыгнуть в машину и кинуться в погоню, но... Видимо, им платят не за это, а только за охрану. Раз угроза ушла, значит, все. Уже не наша юрисдикция. Мою душу ждут муки ада. Черт! Что? Пусто! Что? Ну, ты, придурок, твоя кровь. Так-так, череп и кости, уже неплохо. В печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис ин парадис. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику, но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код. Номер телефона. Да ладно. Да, ты. А? Вот. 1659-й. Это год рождения Эвери. И 99-й. Дай угадаю. Год его смерти? Считается, что да, но... То есть, у нас есть дата рождения, дата смерти и дорога в рай. Похоже, искать надо могилу Эвери. Собор Святого Дисмоса? Ха, погодите-ка. Как хорошо, что они, блядь... ...лауреаты по истории. Видите символы? Ну? Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот. Посмотрите. Нахрен им эти сокровища? Шли бы умники и умницы играть. Вот тут собор. А кладбище? Аж вот здесь. То есть, Рэйф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп-стоп. Вы понимаете, что Рэйф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же, при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Бумажка. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони. Пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да, все правильно. Конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Ну, ты даешь. Ну, тут все не так просто. Слушай, вы с ней столько пережили вместе. Она бы меня не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейтон прав. Все изменилось. Замешан Рэйф и... Я... Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Что это у него, Моторола Рейзер, что? О чем задумался? Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось. Столько лет в тюрьме. И я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю. Он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да. Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что... Я нассал ей уши, пацаны все нормально. ...больше времени. И это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо. Ну, Рейф подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора. Это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. Кладбище и собор находятся настолько рядом, что Рейф даже чисто наугад интуитивно перерыл бы заодно и его, мне кажется. Ладно, тогда до скорого. Нейт? Да? Ты только... Вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери. Могила Генри Эвери. Шотландский собор. Странное местечко для сокровища. Да нет. Когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так, что случилось между тобой и Рейфом? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче, к тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Ха. Представь, на что он готов теперь. Ха-ха. Стараюсь не думать. Я горевал, блядь. Ты 15 лет после этого сокровища искал. Гореватель, хуев. Я подозреваю, что до этой части никто и не догадался, что у Дрейка вообще какой-то брат где-то есть. Где-то был. И что, ну, сюда реально. Интересный какой ландшафт. Трава желтая, зеленые деревья, снежок белый. Именно поэтому мне его ничуть не жалко. Ну, видимо, сейчас Сэм покажет очередные чудеса ствололазания, до которых Нейт самостоятельно додумывается вообще не в состоянии. Потому что я не понимаю, куда идти. А тут высоко. После мира спасаю. Поищем другой путь вниз. Да, а как насчет вот здесь съехать? Он ехал вроде как на ногах, а отряхивает жопу. Так, ага. На этот раз пистолет у них с собой. Крутые наемники. У них даже бочки свои с логотипами. Вообще, даже не глядя убил. Да, и выстрелы никто не услышит. И рации у них не было доложить. Олень. И олень тоже от выстрелов не убежал почему-то. Да, проработка мира тут 10 из 10, конечно. Продумано все прям до мелочей. Так, вот очередное место для шутана, видимо, судя по всему. Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О да. Вот это расположение. Ну, нам, наверное, сюда, да? Ну, хоть самих наемников нет. Может, нам повезло? И они там подорвались? Да, там был какой-то взрыв только что. Не знаю, слышно ли вам. Что это такое? Так, орел или решка? Класс. Динамит. Осторожней с этой хренью. Осторожней с этой хренью. Я слышал, она взрывается. Да. Это для тех, кто выстрелы не услышал, чтобы вот точно. Ну да, взрывом больше, взрывом меньше. Там типа такая кана надо. Найдем на что забраться. Да. Найдем на что забраться или по старинке подсадим друг друга, как делается это во всех играх от этого разработчика. Вот именно сейчас эта система дала сбой, и мы должны искать какой-то ящик. Да. Автоматом бросил. Охренеть. Они бы эту дверь могли ногами разломать, реально. Можем вот по этой штуке забраться. Шурлайн. Наемники. Блядь, ну. Чёрт, наёмники, прячься. Давайте-ка всё осмотрим. У-у-у, сколько их там. Где наши парки? Пусть ты готовы стрелять. Это те, о которых Надин говорила. Вот их приказ один. Всех вы... Молочи, Нанэй! Вот они, тут! Понеслась! Даш, мальнул от бога. Интересно, что в этой игре, походу, вся вот эта фигня взрывается только, когда по ней боты стреляют. То есть, боты разносят столы, за которыми я сижу, доски всякие. Когда я в какую-то дощечку стреляю, она почему-то не разлетается в щепки. Калашников. Блядь! Охуенно! А ничего, что они, блядь, сзади напали, у меня вообще шансов просто не было, блядь. Ни одного. Потому что этот бот нихуя не соизволил меня прикрыть. По стелсу эту миссию пройти невозможно. Надо нахер отойти открыть. Ну-то, повеселимся! Отсёк! Я его завалил! Сложи! Как он подлетел? А где кровавые ошмётки? Бросаю! Нет, 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 нет! В очередной раз нас тупо, блядь, обошли, нахуй. Ой, блядь, какой ты, Сэм, уебан бесполезный, я тебе хочу сказать. Ты, блядь, просто редкостная мразь. Просто уебан. Личная попытка номер 205. Давай, блядь, может, я здесь попробую пройти. Может, я их обойду лучше. Откуда они, блядь, выбегают-то здесь, я вообще... Один какой-то залётный тут ходит. Бошки он сворачивает быстрее, чем Джоэл. Блядь, ёбаный ты... Опять брат-дегенерат нихуя не стреляет. Блядь, это чё за... Ебать, какой шутер охуенный здесь. Просто, бля, лучше в мире. Я не знаю, Лара Крофт, блядь, по сравнению с этим... Давай рашить, короче, в пизду. Перестрелка не наш конёк, блядь, ебалый в рот. Динамит, блядь, а ты думал. Нахуй мне вообще в вас стрелять, я вас просто динамитом, блядь, закидаю. Он его автоматом бросает, вас сейчас стрельба и целиться не нужно. Уи-и-и, как круто. Охуенно, боже мой. Десять из десяти его, это шутер. Совсем-то уж не надо борзить. Почему он себе под ноги его бросил, за кем-то хуй? Заходи, за бить! Ебать, они окружают. Остановите их! Плажаем, динамит! Там кто-нибудь вообще умирает, нет? Хуенно. Ебаный отставь, блядь, вообще пиздец. Да, тут же такой уклон, ты чё. Всё. Да, коробка с динамитом имеет здесь, блядь, ключевое значение, по-моему. Ладно, неплохо. Могло быть и хуже. Да. Уходим, пока никто не нагрянул. Пока никто не нагрянул. А чё же вы, блядь, заранее-то об этом нихера не подумали? Мне кажется, что такая игра, она по умолчанию должна быть из сплошного стелса, без всяких перестрелок. Как два идиота, блядь, которые умеют только лазить по стенам, могут, блядь, противостоять армии? Ну, хотя если Лара Крофт противостояла. Да, чё уж там. Конечно, надо же два часа толкать эту телегу, это самое лучшее занятие. Не знаю, где эта хвалёная автоцель, которую все говорят, что в шутерах на консоли автоцель какая-то, блядь, где она? Ну, пошли. Ну, видимо, нам сюда. Есть! Осторожно. Ну, есть-то, может, и есть. А куда? А, вон. Ну, тут, конечно... Заебись. Как обычно, живучи, как обезьяна. Зацеплюсь. Вот. И... Вот лазилки неплохие довольно, надо сказать. Неуклюже. Нихуя, правда, не понимаю, куда дальше лезть. Не, кажется, понимаю. Не понимаю, почему мне сразу туда не дали залезть сюда. Ага. Вон там лестница, но до неё не долезть. Держись. Я сейчас. Давай, давай, ну шевелись ты. Подсади. Вот в таких играх, что вот в Uncharted, что в Ларри Крофт, мне, например, больше всего нравятся в основном экшн-сцены, когда ты куда-нибудь бежишь, там что-нибудь едешь, что-нибудь взрывается, всё рушится, как самолёт падал за Ларри Крофт. Это вообще охереть. А, всякие моменты. Давайте постреляем, блядь. Это какая-то, ну не знаю, не очень, скажем так, интересно. Если лазилке ещё хоть куда не шло, то шутер просто не как кущий на геймпаде, просто ненавижу всеми, всей душой его, блядь, презираю. Всё. Монашеские кельи. До них всего пара прыжков. Монашеские кельи. Почему вас туда на парашюте не сбросили? Это было бы намного тише, чем идти, блядь, здесь и взрывать, нахуй, всякие двери деревянные. Да и логичнее, наверное, немножко было бы, нет? Или там у этой могучей охраны система ПВО, наверное, какая-то обалденная стоит. Вдруг кто эти руины с воздуха атакует? Ну давай одновременно с тобой. Твой будет левый, мой правый, говори. Твой правый? Давай. Охуенно, а ничего, что ты опоздал на полчаса? Он меня мог пристрелить просто за это время. Продолжаем в том же духе. Да, да, продолжай в том же духе, и меня застрелят. Если положить противника в высокой траве, средник его не увидит. Но я что-то не вижу функцию. Не вижу функцию перенести тело. Видимо, надо заманивать их в траву и укладывать их там. Что-то они не торопятся. Вон хочет результатов, причем вчера. Что-нибудь нашли? Слышал, они что-то раскопали, но подробностей не знают. Так, а его нельзя приманить там. Здесь не хватает немножко функционала характерного для игры Assassin's Creed. Ну подойди, что ты поближе-то. И ты не видишь мои пальцы над обрывом, да? Вот, стрелять? Блядь, отлично ты его прогнал. Да что это такое-то, блядь? Пускай, отпускай, пускай, падай нахуй. Бежим отсюда, пизду. Блядь, нихуя. Сэм! Сэм-то живой? Практиш! Ладно, один раз... Один раз он выжил уже в невероятной перестрелке. Я думаю, что... После пятнадцати лет в тюрьме он должен быть просто... Просто круто. А, вот и ты нарисовался. Где был? Наверняка кто-нибудь услышал. Ну нормально разрулил, да? Не самый плохой проход. Ох, нихуя. Барок 44. Кувырочки, главное юзать. Оу! Ёпты! Нет, нам не сюда, чувак. Нихрена там такая... Высотень. Пока падать будешь уже со страха помрёшь, наверное, по дороге. коллега я слушаю ваши идеи сэм сэм ты уже я же думал ты уже улетел поворачивайте знаете а сэм уже внизу лежит дебил сука кривой блять об стенку ебнулся тут не долетел чё блять за скалолаз такой дайте мне сталона этот нихуя не умеет посмотрите да ладно странно что он сейчас об скалу не ударился надо повыше залезть да снова веревка автоматом убралась автоматом свернулась в лассо и повисло на карабине на но нано веревка прямо за стенами прямо за стенами но я так понимаю что мне сюда надо мне бы пушку с глушителем было бы куда сподручней точно так что иди лучше проветрись этот кретин думает что может мне указывать да я аж такой крутой у меня кепка красная автомат полива ох нихуя вот эта пушка я что не ожидал что на ваншоте дать да мы идем дальше то идем это пейзаж куда туда я уеду сразу вниз убью это же блять типа лёд сразу блять тут падает пиздец значит наверх давай как-то продираться а понял маршрут такой сюда класс класс блять сказал он и не пошел еще скажи дурак на своей жопе скользить просто я я задумался правильно ли я понял замысел разработчика так ли надо сюда добираться судя по звукам да только как то у сэма это быстрее получилось он мне кажется немножко телепортнулся пока не смотрел и а понятно и теперь вот туда как они так едут вперед хотя склон вниз наверное энергично работают ягодицепсами вот тут я вообще не понимаю чё то а ну понятно на ту сторону надо к низу приехать значит разбегаемся отлично блять вот это классно вот это классно сделано вот это интересно круче чем с моста на тросе а ты что когда нибудь пробовал нет но я уверен что это круче так вот чем ты все эти годы занимался да катался на жопе с горки ты правильно понял по мне стреляли меня взрывали били пинали ладно ладно я понял резали травили травили ну братик это не было заступиться старшенького убежали бедного нейтана травили унижали били дразнили так теперь туда не это нихуя не лед это щебень которая осыпается ну что это такое ну не щебень а насыпь типа ну что то уж больно она скользкая какая то здесь вот и все не совсем чтобы пересечь ущелье нужно забраться еще надеюсь это был последний спуск а то уже камней полные штаны моя жопа моя жопа съела больше камней чем какашек выдавила за всю жизнь ха 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 так давай 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 тарзан хренов кстати когда уже выпустят игру какую-нибудь с паркуром где ты за тарзана играешь по моему прямо она вот напрашивается уже последние несколько лет ремейк ремейк ну детского маугли с сеги что-нибудь такое ну готов о ну это пиздец и благо что я вот этой херне учился еще когда в пвп в демочку играл и помоги мне там поверх вообще-то было можно пролезть но но можно и в дверь пройти походу давай какой рожок у автомата по-моему длинноватый не давай мы на месте ха 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 это точно боже мой вот это да склеп имени святого дисмоса где якобы покоится некий генри эвери ха ха давай найдем могилу это он прочитал в этом дневнике где у него одна страница и рисуночек на ней здесь есть пара сабель где как на свитке из креста чё написано шепард ну годы сравнивать вам впадлу да потому что он 688 гляди ему но даты не сходятся что ж одно есть и еще до черта осталось 659 699 так 59 99 значит да чё он 40 лет прожил скрещенные сабли череп и кости 1659 1699 найдем такое надгробие и дело в шляпе ну оскверним могилы вот оно атмосферное задание а вот это да сабли такие ну-ка Терн Тернер Билл Тернер прихлоп я нашел его могилу Джарвис 69 не наш не наш случай жаль Грей 45 а во 59 99 дата верная но сабли перевернуты да ебался блять копай нахуй труп выкапывай посмотрим перевернуты не перевернуты тут вообще одни пираты смотрите все могилы блять с саблями что это за кладбище еще пиратов главное кто-то хоронил мне кажется их вешали а потом вороны съедали ну что такие же сабли о и год верный Бенджамин Бриджман что нашел вот Бенджамин Бриджман псевдоним Эвери какое ебать копать совпадение он будто бы отдельно от камня да нет странно другое это не знак Эвери и череп должен быть повернут в сторону вот это технологии вот это хай-тек ты готов? о я-то давно готов ты заебал ты можешь по лестнице спуститься кто тут у нас? ну для могилы в которую никто не лазил уже с 699 года это сколько получается? 300 300 300 блять 17 лет тут что-то не пыли не паутинки в общем-то все как-то довольно в хорошем состоянии что склеп? за потайную дверь? думаю потайную дверь добавили Польша чтобы прятать добычу наверное это он и его команда здесь свистим пальцы это монах писал я уже молчу что должно было стать с листком бумаги который лежал 300 лет здесь на каменном полу долгожданное чудо и ровно в день нашего святого Дисмоса спустя несколько недель после того как мы узнали о намерении короны закрыть наш собор и забрать наши земли в нашу обитель забрел странник он пришел к нам когда мы с послушником заканчивали утреннюю молитву довольно пугающее зрелище прозрачные глаза густая неухоженная борода форма флотского капитана прекрасный меч и большая кожаная сумка мы предложили ему присоединиться к нам и он ответил согласием за трапезой незнакомец рассказал печальную историю о морской битве и поведал нам о своем желании похоронить товарищей на священной земле признавшись в своем так сказать родстве с нашим добрым святым Дисмосом в ответ мы поведали ему о своих горестях о полной разрухе об отсутствии кого-либо вспомоществ блять чего об отсутствии какого-либо вспомоществования со стороны короны блять сколько живу слово вспомоществования вижу вообще реально впервые о том что собор почти заброшен ушли все кроме нас двоих он кивнул с понимающим видом и достал из своей сумки горсть золотых монет каких я раньше не видывал это золото он предложил нам в обмен на нашу землю и все постройки на ней и хоть моя вера вошла в противоречие с желаниями в конечном итоге я пришел к выводу что отказаться было бы глупо с этим золотом мы сможем принести много добра в другом месте всяко больше чем здесь на этом забытом богом берегу что же касается незнакомца я не знаю зачем ему понадобилась эта земля но желаю ему удачи а если перевернуть тут что-то другое написано нет так он у них эту землю купил или другую какую-то почему листок тогда здесь лежит дизмас епта дизмас епта дизмас епта походу головоломка так что надо размять мозг перед ней сыграть пару партий в шахматы с компом разгадать сканвордик короче что-нибудь жмите пишите и все такое господин дизмас Продолжение следует...